Приветствую вас, Татьяна. Вы знаете, если бы я выбирал тему того, на что вам отвечать, и что считать самым важным может быть в том, что вы, к примеру, описывает, то я бы выбрал, у меня всякого сомнения, отсутствие у вас, на мой взгляд, на мой взгляд, такого понимания, может быть, как выбор, как ответственность. То есть, если вы, допустим, что-то делаете, если вы, допустим, как-то поступаете, то ситуация, которая происходит, она не просто происходит, она именно происходит, потому что вы как-то поступили каким-то определенным образом. Вы выбрали так поступать. И, как мне кажется, одним из ключевых моментов вашей, ну вот, вашей проблемы заключается в том, что вы как будто бы игнорируете, игнорируете то, что эта ситуация произошла не сама по себе, да, не просто так она произошла. Она произошла по той достаточно простой причине, что вы позволили ей произойти. То есть, вы решили с мужчиной переспать. Ну, ожидая от него, скажем так, ну, отношений. В этом и заключается, по-видимому, по-видимому, ваша ошибка, потому что отношений ожидают с мужчиной на основе того, что вы с ним перестали, но это, тем более, там, на вторую встречу, да, это, мягко говоря, не приближено к... 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 реальности. Вот. Так что... это вопрос к вам. И вот... именно это, именно этот момент, я и хотел бы, чтобы вы выделили именно этот момент, момент принятия решения, момент, когда вы решаете поступить определенным образом, тем или иным образом, но решаете поступить. И вот, на мой взгляд, именно это самое важное здесь. Это то, чего вы, как мне кажется, это то, чего вы не делаете. То есть, это вот то, как, условно говоря, вы не поступаете. Хотя, именно... именно так, по отношению к себе... по отношению к себе... самой... вам и нужно, на мой взгляд, поступать. Отвечая на вопрос о том, почему и для чего я поступил... поступила так, как поступила, чего я, например, хотела, вот, и так далее... уже можно, конечно, говорить о том, что вам делать, к примеру, дальше. Уже можно говорить о том, как вам, к примеру, в дальнейшем поступать. Именно, именно из этого можно исходить. Именно от этого можно опалкиваться. Если, если вот, ну, вы хотите для себя эту ситуацию как-то разрешить, если вы хотите для себя как-то ее... ну, как-то из нее выйти. И так, э-э-э, значит, вот вы пишите, да, я просто не знаю, что делать, делал замешательство, но здесь, э-э-э, один из, э-э-э, таких важных моментов, э-э-э, он в том, чтобы вы, возможно, ответили себе на вопрос о том, э-э-э, что делать, чтобы что? То есть вы-то к мужчине, ну, по отношению к мужчине, чего хотите вы сам? Вам, э-э-э, самой, что нужно, э-э-э, ну, вот, э-э, ну, по отношению к мужчине, вот. То есть не, э-э-э, то, что вы чувствуете, это понятно. А-э-э-э, вы же хотите, получается, получается, э-э-э, что-то делать именно. Вы не знаете, что вам делать. Вот. Ну, ключевой, ключевой момент, когда как раз в том, и, э-э-э, заключила, и, соответственно, чтобы, чтобы определиться со своими целями. Пальше, э-э-э, так, есть парень, мы знакомые, э-э-э, четыре года, общались как друзья. Последние два года мы не поддерживали связь. Я знал, что у него появился девушку, у меня тоже были отношения. Э-э-э-э-э, то есть общались вы два, получается, года, а последние два года вы не общались. Вот. Э-э-э-э, все хорошо, все хорошо. Здесь все хорошо. Э-э-э, за исключением, пожалуй, того, что, э-э-э, ну, почему бы перестал общаться, да, во-первых. Э-э-э-э, как вы, ну, восприняли, может быть, тот факт, что у него, собственно, девушка, э-э-э, появилась. Вот. И, как развивались ваши отношения, почему она не закончилась. Это, это, ну, это такая, на мой взгляд, важная история. Вот. Вы ее, к сожалению, ну, практически никто не открывает. Вот. Вот. А она, она очень, она очень, очень важна. Вот. Потому что, от этого зависит, э-э-э, ну, довольно много вещей. Например, э-э-э, ваше поведение, э-э-э, на анализ которого нужна операция, э-э-э, при возможной работе с вами. Дальше, э-э-э, так, значит, я знал, что у него появилась девушка, у меня тоже были отношения, какая вот разница. Некоторое время, когда зато он написал мне все сети и предложил встретиться, мы встретились, приятно провели вечер разговорами. На следующий день мы снова встретились, но уже провели его, в общем, не за разговорами, а так получилось, что мы переспали. Ну, во-первых, э-э, он написал все сети и предложил встретиться, мы встретились, провели время за разговорами, непонятно, говорили ли он вам в отношении, э-э, что у него есть отношения или нет. То есть, грубо говоря, из чего вы сделали вывод, что у него нет отношений? Вот. Это такой момент. То есть, как бы вы здесь не выдавали желаемое в действительный раз. Ну, а если он, собственно, сказал, что у него отношения, э-э, закончились, то, извините, э-э, если у вас, ну, грубо говоря, э-э, основания, э-э, ему ведь, тоже э-э, такой довольно э-э, важный момент. Понимаете? А у меня, ну, у меня, у меня возникло такое чувство, да, что вы, как раз таки, сразу ему поверили, вот, прям сразу ему поверили. Вот. И, собственно, не проверяю его позицию, да, ничего, как бы сразу, вот, ему поверили. Вот. Мне кажется, что, э-э, в этом вы, э-э, довольно, поспешно, можно сказать. Вот. И я хотел бы, э-э, понять в этом вас. То есть, понять, э-э, причину основания поспешности вашей. Мне кажется, что это, э-э, весьма важно, почему вы торопитесь, э-э, так торопитесь, и переспать, и в отношения вступить, э-э, ну, если я правильно вас понял, э-э, этого вы тоже хотели. Дальше. Э-э, так получилось, что мы переспали. Ну, опять, я, э-э, совершенно, э-э, ну, я надеюсь, очевидно, что, э-э, нет, так получилось, э-э, вы переспали, потому что хотели приспать, и, э-э, у вас было такое желание, вы решили это сделать. Вот. С человеком, с которым какое-то время не общались. Вопрос для чего? Э-э, если будет, это для удовольствия одно, если для перспектив, это совсем другое. Я была уверенна, что у него нет отношений откуда. Какая-то из времени дина моя пробежала, на стулья нахлынули странные чувства. Ну, опять же, что это за чувства у вас именно были, потому что вы можете говорить только про себя, про себя. Да. После этого мы общались, а потом я случайно узнал, что девушка у него есть, они находились ссоры примерно месяца. А мой вопрос, зачем он так поступил, он сказал, что я ему понравилась, сам не знает, как это объяснить и что дальше делать. И я не знаю. А, ну. Паповая ситуация, сам, получается. Вы оба не знаете, что делать. Да. Ну, а я думаю, что операция нужна на то, что вы хотите, на свои желания, как мне кажется, в первую очередь. Вот. То есть мне кажется, что в первую очередь нужна операция именно на то, что вы хотите и хотите. В первую очередь нужно на то, в чем вы не знаете. Вот. И как это вот смотреть в сторону, ну, возможно, реализации своих желаний, реализации своих потребностей, да. Чтобы это было, ну, максимально позитивно, что ли, для вас. Вот. А не так, как это вот происходит на данный момент, что вы в зависимости от человека находитесь. Вот. То есть мне как-то вот кажется, что это, ну, не совсем та позиция, которая вам как-то вот может помочь, да. Вот. Вот. А на что еще хотел бы обратить внимание? Ну, на то, что вот вы говорите, что не знаете, что делать. Ну, опять же. Вот. А не знаете, что делать, да, а что бы что. Ну, хорошо, да, вы не знаете, что делать. Вот. А не знаете, что делать, что бы что. То есть, чего хочется, чего хочется в итоге. Ну, вот, по итогу чего хочется. Вот. Чем вы, по итогу, на сайте. Вот. Чего вы, по итогу, хотите. Это мне кажется, ну, такой, достаточно важный момент в этой ситуации. Вот. Дальше. Так. Что мне делать, как быть? Что бы что. Представь с ним общаться, для чего. Давайте мы с вами разобраться, выбрать между нами ремень, если мы выбрать с меня, то сюда будем мычаться с вами, если возможно, он не изменит после ссоры. Ну, вот, страх измерия, как правильно сказал мой коллега, это ваши собственные страхи. Вот. И, соответственно, с ними, с вашими страхами, нужно работать. Работать нужно, ну, как бы вам так сказать, ну, отдельно. Да? То есть, страх измены, это страх брошенности, например, то есть, ну, страх, что вас бросят, страх, что вас там, не знаю, оставят одну, вот. Что вы ассоциально, вы можете бояться этого. Это всё, понятное дело, это всё очень выматывает. Но, тем не менее, нужно поработать со страхами вашими, чтобы вы, например, не боялись, допустим, выстраивать отношения с людьми, с людьми. Вот. Чтобы вы не боялись этого делать, чтобы вы, ну, вполне адекватно этим занимались, чтобы вы вполне адекватно их отношения с другими людьми выстраивали. Вот. То есть, тут, ну, на мой взгляд, опять же, тут всё довольно-таки очевидно. Да? То есть, почему вы боитесь измены? Из-за чего вы боитесь измены? Как бы, что, какой, ну, по факту, да, по сути, опыт ваш привёл к тому, что вы боитесь, например, измены? Вот. Ну, если, ну, если, если, там, допустим, вы её боитесь, да? Вот. Это важно. А, дальше. Я не понимаю, как мне поступать, чтобы что? Как отпустить его? А что именно вы хотите отпустить, если честно, не очень понятно, потому что не очень понятно, что вообще между вами, да? Вот. Вот. Но. 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 Выглядит. Выглядит всё так, как будто вы, перестав с человеком, теперь, ну, на что ты начали надеяться? И вот, наверное, 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 один из ключевых моментов, это определить для себя. Так, а на что же вы стали надеяться? На отношениях? Хорошо. Зачем? Зачем вам отношения? То, что вот вы чувствуете к мужчине, да? Что это? Что именно вы чувствуете к мужчине? Что вы ощущаете? Это очень важный момент. Очень важный момент. Вот. На эти темы, подумав, вы могли бы решить свои вопросы, которые вас беспокоят. Ну, и в итоге прийти к тому, чтобы, к тому, вот, что решить, к тому, чтобы решить, что вам делать, как поступать и так далее. Вот. То есть это мне, ну, мне, опять же, мне, мне видится ситуация, ну, вот, в таком ключе, да? Мне становится видится так, что вы изначально себя, вот, как-то не очень позиционировали, да? Вы изначально как-то не очень понимали, в какую сторону вы хотите двигаться. Изначально у вас не совсем понятно, что с отношениями вашими, тогда, то есть вот, что с ними, где они, закончились-то они, да? Если да, то чем, как, там, почему и прочее. Вот. Ну, это если, если они закончились. Ну, вот. Если они, там, сцена, соответственно, продолжаются, то тоже момент такой вот, ну, достаточно важный момент в плане того, что... как вы это все переживаете, вот, ну, и так далее. То есть все вот эти вот детали, да, все эти детали, их все нужно исследовать. Потому что... Ну, потому что... Ну, потому что, ситуация крайне неоднозначна получается. Вот. для вас. Может быть имеет смысл больше себе доверять вам. Есть ощущение, что вы себе как-то очень мало доверяете, это ощущение, что вам прям мужчина нужен для того, чтобы доверять себе самой. Ну это немножко не та позиция, которая может опять же вам помочь, к сожалению. Такая вот история. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя обязательно сделаете выводы какие-то. Надеюсь, что вы для себя обязательно ситуацию обнимите еще раз и решите, что все-таки делать. Либо прислужитесь к себе и примите какое угодно решение на основании своих чувств, какими бы они ни были. Либо вы обратитесь к специалисту для того, чтобы мы вам уже помогли решить трудности, которые у вас возникли. вот если вы там сами грубо говоря не можете отвергать, ну вы не должны. То есть вот поймите правильно, да, вы не должны. Удачи вам. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация по итогу будет разрешена самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...